Здравствуйте, дорогие друзья, с кем мы знакомы, кто уже видел уроки со мной, меня зовут Ханна Кейла, и я преподаю на Вайкре два раза в неделю, у меня, кстати, изменилось немножечко расписание, и теперь я буду преподавать, значит, понедельник и четверг всем вечером, вторник забыли, как это, отказать, все, вторник уже все, и я говорила о том, что, в принципе, я живу и нахожусь в Иерусалиме, лишь временно я нахожусь вне Иерусалима, очень сильно скучаю и мечтаю попасть обратно, друзья, те, кто, как это, жил когда-нибудь в Израиле, жил когда-нибудь, особенно в Иерусалиме, знают, что каждый отъезд из святого города сопровождается муками души, и хочется сразу все восполнять, больше учить чего-то, больше делать, чтобы как-то чем-то восполнить, попытаться заполнить недостающую духовность, ты прямо чувствуешь, ты привыкаешь к тому, что вот к интенсивному потоку, и потом тебе этого очень сильно не хватает, и сегодня я хочу с вами поговорить на тему, кто видел анонс, тот знает, на какую, а кто не видит, я вам сейчас расскажу. Тема, связанная с чудесами. Рассказывать я вам буду по книге Равы Авраама Эйгельштейна, вы ее уже видели, вот выглядит она так, если вы владеете английским языком, я вам ее очень рекомендую, а если вы не владеете, то вам ничего не остается, как слушать меня, потому что, мне кажется, я единственный русскоязычный человек, который вещает по этой книге. Почему выбрала я из всей книги тему именно про чудеса? Потому что у нас с вами, кажется, конечно, что еще ого-го, как не скоро, на самом деле, вот так два раза моргнули, раз-раз, и окажется, что очень скоро наступает Ханука, и есть такой период, сорок дней, вы знаете, что у нас, что вообще в еврейской традиции за сорок дней, у нас любая духовность, для того, чтобы она материализовалась в нашем мире, должно пройти сорок дней, и мы не хотим пропустить эту возможность. Эти сорок дней очень особенные, это человек в состоянии, как находится в состоянии чудес, и для того, чтобы чудеса, Всевышний говорит, знаете что, дорогие люди, вы все хотите чудес, но я вам скажу, всех ищите чудеса, вы все просите о чудесах, вы все мечтаете, что чудо с вами случится, вы все хотите, чтобы я для вас лично совершил какое-то личное чудо, но я хочу сказать вам, дорогие люди, что самое большое чувство находится внутри вас, это чудо, которое вам доступно, это чудо, которое каждый из вас может найти, и не просто может, а в какой-то степени обязан. То, хорошо, это я закрываю. Эпиграфом выбрана, Рафа Эдрештейн выбирает такую фразу, это фраза Рэбе Скотска о том, что я бы никогда не хотел служить Всевышнему, пути которого я понимаю и пути которого понятны смертным людям. Очень логично, правильно? Мы бы все, наверное, мы об этом, может, не так часто задумываемся, но по сути мы все не хотели бы служить Всевышнему какому-то, которого мы очень хорошо понимаем, потому что вопрос, если мы его хорошо понимаем, а чего мы ему служим. Но он с нами на одном уровне, все понятно, нет никакой интриги. Почему выбран именно этот эпиграф? Потому что мы с вами сегодня на уроке поговорим про такие темы, как, например, скрытый потенциал. Вы эту фразу, возможно, слышали с детства, относительно себя, относительно, может быть, своих детей, учителя какие-нибудь в школе, в садике говорили, «Ай, у этого ребенка так много скрытого потенциала, вот он еще когда-то откроется, вот он еще там какой-то, про какой-то все говорят скрытый потенциал». Еврейская традиция дает очень четкое определение скрытому потенциалу и как вообще до него достучаться, потому что, ну, я точно помню, мне говорили про какой-то скрытый потенциал, какой-то скрытый прямо, не знаю, в основном он был скрытый от меня, потому что я никогда не могла понять, о чем идет речь. И вот, может быть, сегодня мы прольем немножко на это свет. Ну, а также поговорим про то, про разные вызовы в жизни, про разные тесты в жизни, и про их роль в том, чтобы мы сделали анлок, открыли этот скрытый потенциал внутри себя. Потому что иногда мы недооцениваем трудности, друзья, с которыми сталкиваемся. Хочется всех обвинить и расстроиться, а на самом деле в этот момент наш скрытый потенциал и раскрывается. Теперь написано здесь так, что само слово тест, да, вот у нас каждого в жизни, у каждого на своем уровне, мы сталкиваемся так или иначе с какими-то трудностями, с какими-то тестами жизненными, с какими-то вызовами жизни. На иврите это называется словом несайон. Теперь некоторые говорят о том, что слово несайон – корень нес, что обозначает чудо. И поэтому евреи, когда с ними происходит что-нибудь, явно какой-то тест, есть высокий уровень, так сказать, развития, на котором каждый человек должен понимать, что с ним приключается сейчас чудо. А что такое чудо? Тут красиво написано, я вам прочту. Тест, который высвобождает чудо человеческой сущности-той части, о которой человек не подозревал, что она есть внутри него. Еще раз, тест – это ключ, который высвобождает чудо внутри человека. То есть часть, и это чудо является частью его души, его самого, о которой он раньше не подозревал. И вот это высвобождение, здесь говорится, все это из разных источников, друзья, каждое предложение, которое я сейчас произношу, кому интересно, я потом могу с вами поделиться. О том, что способность подниматься над собой – это сверхъестественная способность, которая есть у каждого человека. способность подниматься над собой, то есть способность делать что-то, что не наша природа. Мы, когда говорим про чудо, мы понимаем, что это что-то сверхъестественное. Теперь у человека тоже есть сверхъестественные вещи. Есть что-то, что для нас естественно. То, с чем мы родились, то, с чем нас воспитали, то, как мы привычно реагируем на ситуации, как мы привычно себя ведем. Есть для нас сверхъестественное. Для того, чтобы у человека появился доступ к сверхъестественному, потому что это как шкатулка, которую надо открыть. Но эта шкатулка не всегда доступна. К ней лишь периодически можно достучаться. Она лишь как бы появляется на горизонте периодически. Но когда перед нами выезжает эта шкатулка, ключ, которым она открывается, – это непосредственно тест, через который мы проходим. А что внутри этой шкатулки находится? Скрытый потенциал. Беседр? Наше запредельное «я», наше сверхъестественное «я». Внутри шкатулки находимся мы же, только в следующей версии. Мы действующие за пределами обыденности. Мы действуем, вот как в Ханаку. Масло горело восемь дней, а его хватало только на один. Масло вышло за свои, не знаю, границы. Вышло за то, что от него ожидалось. Вышло за то, что оно за границей того, на что оно было рассчитано. Так и люди частенько могут, секундочку, обнаружить, что они выходят за границы самих себя. Только людям свойственно по этому поводу расстраиваться, а Всевышний смотрит на это с точки зрения того, что он дает возможность нашей душе или нам как личности прикоснуться и познакомиться со сверхъестественной версией себя. И имеет смысл этот момент ценить. Это пункт номер раз. Теперь приводится здесь цитата Ральфа Эмберсона. Это такой был американский философ и лектор, и автор разных эссе, который говорил, что относитесь к человеку согласно тому, кем он является, и он навсегда останется тем, кем он является. И он же продолжает. Относитесь к человеку с позиции, кем он мог бы быть, и он станет тем, кем он должен стать. Это очень сильно относится, ну, естественно, не знаю, те, кто воспитывает уже детей, имеет смысл это иметь в виду, что мы всегда стараемся воспитывать детей, как бы исходя из их как раз потенциала, да, скрытого для них пока что, но, возможно, более открытого для нас. Но мы также точно должны относиться и к себе, потому что первоочередная ответственность у каждого человека лежит за свою собственную душу, не за душу другого человека, не за душу своего супруга или супруги, и даже не за душу своих детей. Мы всегда помним, что молиться, читать Таэлим, просить, расти над собой, делать какие-то, не знаю, там, условно, замечания, стимулирующие рост. Мы всегда начинаем с себя, не потому что так сказал кто-то в Инстаграме, а потому что, или там еще в каких-нибудь умных там, мудрость от какой-нибудь звезды, начинать надо с себя. Потому что Всевышний сказал, что основная ответственность у каждого человека в первую очередь за свою собственную душу. Не соседа, не ребенка, не мамы своей, не подруги своей, которой нужно срочно выдать порцию ценных ваших там советов. Эбоседер тоже, да, с этим понятно. Теперь, когда мы сталкиваемся с вот этой вот шкатулкой, в которой лежит наш потенциал и тест, либо жизненное испытание, это ключ к этой шкатулке. Мы часто можем обнаружить себя причитающими, это нечестно, почему со мной это происходит, почему я, почему снова со мной, почему, если какая-то лажа, то вечно со мной, почему, если какая-то турбулентность, почему именно я в этом самолете, почему, 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 почему. И мы вместо того, чтобы сфокусироваться непосредственно на прохождении какого-то теста, непосредственно на том, что вот у нас шкатулка, и ее надо открыть, мы начинаем ходить вокруг нее кругами, раскачиваться и раскачивать шкатулку и всех вокруг, почему я, мне нужно все, почему кто-то другой виноват, скорее всего, это потому, что кто-то другой что-то не доделал, не до как-то не сработало, не до еще что-то. То есть мы пытаемся найти причину, найти виноватых, которые как бы виноваты в том, что эта шкатулка перед нами появилась, имеет смысл помнить, что она там появилась, потому что Всевышний решил, что она там должна появиться, и никто из людей не в состоянии появить ее перед вами, если Всевышний не решит, что вам должен прийти тест, давайте посмотрим, через кого, а, например, через там, не знаю, Машу или Николая. Вот давайте, давай Маша и Николай там, пододвигайте к этому человеку шкатулку, он будет думать, конечно, что это вы, но мы-то с вами знаем, что это не вы, а я, и поэтому пусть делает, вот я хочу увидеть, как он растет и как он знакомится с собой и выходит, наконец-то, на новые обороты, а не торчит, топчется все время на одном месте. Это называется... Вообще вся эта книга, она по мусару, по сути. То есть это что-то про рост над собой. И здесь уделяется, ну вот, внимание теме, когда человек сталкивается с чем-то невозможным, ну, как ему кажется, по крайней мере, что что-то невозможное, он с этим никогда не справится. Я вам хочу сказать, что я вот с момента, как приехала в прекрасный город Питер, мне кажется, каждый день сталкиваюсь с чем-то невозможным. Мне кажется, о-о-о, шалом-шалом. Мне кажется, что это все невозможно. А на самом деле Всевышний говорит, возможно, Хана, давай, делай. Никто вместо тебя этого не сделает. И очень хочется тоже всех обвинить, хотя на самом деле это шкатулка, которую я прокручиваю вот этим вот ключиком. Тут написано, тут есть некоторая философская мысль, я с вами поделюсь, а вы на досуге подумайте. Что тест ставит человека, это по арабе Моши Шапира, тест ставит человека в ситуацию, решение которой он не знает, как достичь. Тест говорит человеку, что он должен войти в темноту условно, и в этой темноте у него нет никакого контроля. И несмотря на то, что у человека нет контроля, он ничего, то есть он не видит. Нас погружают в какую-то ситуацию, мы ее чувствуем как тест. Почему? Потому что у нас нет известного решения, и нет явного выхода, и нету, то есть начинается какой-то процесс. Теперь в этом процессе мы ничего не понимаем, что происходит не понимаем. Мы это воспринимаем как будто, вот как если человека завести в темную комнату, он будет бояться пошевелиться, потому что он не знает, что его ждет. Может как бы ступор начаться. А Всевышний еще вообще так организовывает, что мы еще и должны взять ответственность за все происходящее. И задается вполне реальный вопрос, а как можно брать ответственность за то, что находится вне твоего контроля. Ты даже с трудом берешь ответственность за то, что находится в рамках твоего контроля. Какие-то твои действия, твои поступки, или твои каванод, намерения. Нам даже за это сложно брать ответственность, потому что хотели одно, а получилось как всегда. Теперь, когда человек сталкивается с тестом, то есть он сталкивается с темной зоной. Он ничего там не знает, не понимает, но ему нужно брать за ситуацию ответственность, и за себя надо брать ответственность. И задается вопрос, а как это возможно? Что от нас Всевышний хочет? Да, если это не в рамках нашего контроля. И тут приводятся примеры из Торы, потому что Тора всегда... В Торе описаны все паттерны человеческого поведения. Эти истории, которые там приводятся, это не для того, чтобы развлечь нас в досуге. Интересная книжка, интересные истории. А для того, чтобы мы считали, для того, чтобы мы построили себе Аиды Шекопф, еврейскую голову, считали паттерны поведения и посмотрели, как мы с этими паттернами соотносимся. Вот, пожалуйста, ситуация была недавно. Мы все это из книги Берешит читали про Каина и Авеля. И когда Всевышний спрашивает у Каина, Авель, где, где твой брат? А Каин говорит, а я... А Каин его убил. Каин говорит, а я что, ему сторож вообще? То есть он говорит, а вот ответственность, Всевышний, забери ее себе, у меня нет никакой ответственности. Я его убил, но ответственность не моя. А я что, ему сторож? Пожалуйста, сам найди. Твой Авель ты и ищи. Да, то есть снятие ответственности. Либо история в Ганедане, да, когда, очень известная, когда Адам прячется от... После того, как они съели от дерева познания добра и зла, они прячутся от Всевышнего, ну, как будто Всевышний не знает, где они находятся. И Всевышний когда спрашивает, ну, где Аека, да? А Адам, конечно, сразу говорит, так это же жена. Мы, конечно, ели от дерева, но это не я, это жена, которую ты мне дал. Вот, она мне это дала, поэтому я ел. То есть спихивание какой-то ответственности, да, идет на сторону. Теперь, какое решение? Когда мы сталкиваемся с чем-то невозможным, нам может, ну, на наш взгляд, невозможным. Но если мы с этим сталкиваемся, это значит, что это возможно, потому что Всевышний по умолчанию не дает тестов, которые человек не в состоянии пройти. Единственное, как бы, как можно свою голову вернуть на место, это то, что если я с этим сталкиваюсь, значит, я могу с этой ситуацией работать, значит, я могу с ней что-то сделать, значит, я могу из этой ситуации как-то вырасти. И у меня есть базовая вера во Всевышнего, и у Всевышнего есть базовая вера в мой потенциал. И теперь я здесь с этой ситуацией для того, чтобы прикоснуться к этому потенциалу. Очень важная тема в иудаизме это то, что не только люди должны верить во Всевышнего, а мы верим в Него, и это симметрично, а Он верит в нас. Откуда мы это знаем? Мы каждое утро читаем утренний брахо, утренние благословения. Как только мы открыли глаза, я надеюсь, что все из вас уже их читают. А если вы их до сих пор не читаете, друзья, то скоро у нас будет марафон «40 дней до Хануки». И это как раз то, что можно было бы взять и в 40 дней, так сказать, одну фразу повторять, очень важную. Эта фраза, напоминающая нам о том, что велика вера Всевышнего в каждого из нас. Самая первая браха, которая называется «моде-они», или, если это говорит женщина, «мода-они», вы можете найти, вот «сидур» любой, возьмете самое начало, «сидура», первая фраза, она занимает сказать 10 секунд, но имеет очень большую силу. Первое, что человек, когда открывает глаза, напоминает себе, что Всевышний в Него верит. и поэтому он открыл утром глаза. Потому что, что это означает, что Всевышний дает ему возможность реализовать себя в новом дне. И в этом, ну, если так об этом подумать, есть очень небольшое для нас послание, потому что мы открываем глаза не для того, чтобы Всевышний наказал нас в этом дне, для того, чтобы он нас, не знаю, поднял над морем и бросил об скалы в новом дне, а для того, чтобы человек мог раскрыть потенциал своей души и сиять в этом мире то, что находится у него внутри, распаковать эту шкатулку, не отморозиться от нее, не выбросить ключ в море, не сказать, что шкатулку подсунула жена или еще кто-то, а сказать, что подумать, вспомнить, что шкатулка от Всевышнего, внутри потенциал, сейчас я начну с ним работать. Этот процесс называется нахождением чуда внутри самого себя. Достигается это через тесты и вызовы, с которыми мы сталкиваемся. Секрет прохождения теста в том, что мы понимаем, что это тест и тренировочная сейчас платформа для выхода на новый уровень, что нам дается ситуация, от которой мы можем трамплином выйти на новую версию себя. Когда мы выходим, зачем нам выходить на новую версию себя? Каждый может сказать, я не хочу никуда выходить. Как это? Не надо делать мне как лучше, оставьте мне как хорошо. Одновременно с этим человек может молиться, Всевышний, дай, пожалуйста, денег, дай, пожалуйста, мне пару, чтобы он был адекватный, вменяемый, чтобы он был там хороший, доброе сердце, тыры-пыры, дай мне детей, идущих путями Торы, дай мне родителей здоровых и в долголетии живущих, дай мне то, дай мне все. Всевышний говорит, да я хочу тебе дать, хочу, но ты кли, который не подходит под то, что я тебе хочу дать. На тебе тогда, на тебе тест, попробуй вырасти, я тебе все это дам. На тебе еще что-то. Значит, в иудаизме нам даются эти тесты не потому, что Всевышнему скучно, он хочет посмотреть, ну-ка, ну-ка, как они там выживут сейчас, а потому что те запросы или тот потенциал нашей души, который нам, ну вот, с которыми мы сюда пришли, теперь то, что Всевышний нам хочет дать, мы должны быть, мы должны в состоянии принять. И для того, чтобы вот это вот наше состояние принять, оно как бы соответствовало нам, нам нужно раскрывать внутри чудеса, распаковывать себя, выходить за границ, постоянно те люди, которые вообще с хорошим сехелем, с хорошей головой, они постоянно стараются использовать эти ситуации для того, чтобы пружинить наверх, 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 потому что они знают, что духовный рост всегда сопровождается брахой во всех остальных в принципе сферах жизни. Теперь два слова, не буду вас сильно-сильно грузить и задерживать, потому что, сами понимаете, уже нужно вставать и бежать, срочно работать над собой. Но очень часто нам кажется еще, почему, ну вот тесты, которые приходятся на нашу душу, почему они такие, нам кажется, тяжелые, почему они, а нашему, например, соседу, маме там, или еще кому-то, они могут не казаться никакими тяжелыми, и ваш друг какой-нибудь скажет, с этим-то, это же легкотня, это же, ты что-то с этим справиться не можешь. Теперь, по тесту можно понять очень хорошо вообще свое состояние, ну как это, состоянием на сейчас. вверхе вот написано, что Авраам, наш праотец, у него было 10 испытаний, 10 тестов, то есть 10 раз его тестировали, вы думали стать прародителем, да, народов, это два пальца об асфальт, абсолютно, очень сложно, нужно было постоянно выходить на новый уровень, но какой тест у него считается основной и самый большой, и самый тяжелый, это айкидат ицхак, жертвоприношение ицхака. Теперь это не считается тестом для ицхака, как многие думают, потому что его, человека, водрузили на алтарь, нож родной отец занес, но не тест ли, если бы не дай бог, там, некоторые люди помнят, как их там отец по попе шлепнул один раз в детстве, и до сих пор к психологу ходит, разбирает, почему это произошло, что отец, значит, его что не любил, оказывается, в детстве, а тут с ножом на жертвеннике, папа, тебя, единственного сына, который должен продолжить его, ну, как бы, дело отца, условно, да, и ты видишь этот нож, все думают, многие думают, что это испытание было для ицхака, пережить это и жить с этим дальше, и жить с этим папой дальше. На самом деле, это был тест для Авраама, причем здесь идти был основной. Почему? Потому что ему нужно было идти в разрез со своей природой, ему нужно, Авраам был чистый хэсет, теперь ему Всевышний говорит, я дам тебе сыночка, Авраам, который вот, который так тебя разовьет, как никто другой, потому что тебя никто так не разовьет, как твоя противоположность, и дает ему ицхака, основная меда которого, гвура, то есть дает ему противоположность. И Аврааму было очень сложно с ицхаком, и ицхаку было сложно с Авраамом, и то, как они, в принципе, пытались, ну, ицхак должен был продолжить дело Авраама, да, монотеизм, формирование народа, формирование отношений со Всевышним, формирование правильного образа Всевышнего, восприятие его в этом мире. Теперь, но ицхак должен был это делать некоторым уникальным образом, абсолютно не таким, как это делал Авраам, каким-то противоположным. Они были просто противоположные люди. И бывает иногда пары, соединяются муж и жена тоже, некоторые очень похожи. Это Всевышний считает, что ваша основная работа, значит, духовная будет не в этой области. А есть люди, которые начинают жить вместе, выясняются, Боже мой, противоположные характери, вообще, полностью противоположные. И зачем это, зачем так, зачем Всевышний соединяет таким образом пары? Потому что это, потому что это, потому что это трамплин, потому что это, видимо, через это может максимально высвободиться потенциал человеческой души. а на самом по большому счету имеет значение только это. И Всевышний говорит, что когда вы научитесь высвобождать чудеса изнутри себя, то есть брать себя на новые уровни, я вам буду показывать, как я это делаю, точно так же вы будете видеть, вы будете замечать, и я вам буду показывать чудеса со своей стороны и выходить для вас тоже на, брать окружающий мир на новый уровень. Вы, возможно, знаете множество историй о том, что там про разных праведников, о том, что с ними там у кого-то уксус горел, там жена как это, масло забыла купить для шабатних свечей, ну это в Талмуде, по-моему, история, а пришла к мужу, говорит, знаешь, я масло не купила для шабатних свечей, но как бы есть уксус, только мне кажется, он не горит. Ну а муж ей говорит, знаешь, дорогая, тот, кто сказал маслу гореть и уксусу, скажет, наливай. А она налила, и, конечно, уксус горел, потому что для людей, которые живут за пределами каких-то рамок, Всевышний формирует реальность за пределами рамок, а на уровне чудеса, на уровне вы формируете то, что вы хотите, чтобы происходило. Беседр, и это Безрата Шем, то, чему мы попробуем с вами научиться, попробуем взять себя на этот другой уровень. Через то, что мы будем делать что-то, вот я вам говорила, очень хочется сделать марафон, очень хочется сделать с вами какое-то практическое, не только теоретическое, вот мы в теории там с вами, как развиваться, как то-се, сделать какие-то практические с вами занятия, которые мудрецы говорят, они берут человека на другой уровень. Этим я вам предложу в рамках этого марафона несколько разных видов деятельностей, которые, это может быть молитва с рассветом, каждый день 40 дней, это может быть небольшая тздака, каждый день, это может быть там Тейлим, еще разные тексты, там, например, Широширим каждый день, прочтение, для тех, особенно, кто ищет пару, очень сильно актуально. Есть разные, там Патахильягу есть, хороший текст помогает в изучении Торы, в понимании вообще мироздания, есть разные, разные тексты, направленные на какие-то разные нужды, что вам нужно будет выбрать, о чем вы можете думать уже сегодня, вам нужно будет выбрать не то, что у вас лучше всего получается, а то, что у вас хуже всего получается. Когда-то один из равов, вот там, где мы с Еей учились, обучал одну преподавательницу, которая у нас там вела уроки, он ей всегда говорил, когда она приходила, спрашивала, какую тему, Раф, посоветуйте, какую тему мне рассказать, он всегда отвечал, ту, которую ты хуже всего знаешь, потому что когда ты начнешь ее делать, ты начнешь ее изучать, у тебя не останется тем, которые ты очень плохо знаешь, ты возьмешь себя таким образом на более высокий уровень, потому что знаете, как группа идет со скоростью самого медленного пешехода, так и человек, он будет продвигаться со скоростью самой своей слабой меды, если она его все время тянет назад, и даже если он в чем-то сильно преуспел, у него есть реальный балласт, он будет все равно его постоянно оттягивать назад, поэтому вы берете то, что плохо получается, если у вас плохо с дисциплиной, вы возьмете упражнение какое-то на дисциплину, если вам сложно отдавать деньги, если вам не составляет никакого труда давать сдоху, вы это и так постоянно делаете, не надо брать это на 40 дней себе, возьмите то, что получается плохо, если вы, не знаю, у вас плохо получается быть приятным человеком в общении, потому что вы нервные, хамите, грубите, возьмите вот это. В общем, мы обсудим с вами без раташем, что мы берем на марафон, я вам расскажу потом, что беру я, и да, будем работать, будем открывать эту шкатулку совместными усилиями, каждый на своем уровне, но когда мы делаем что-то в группе, во-первых, всевышнему виднее и приятнее, он всегда любит, когда люди делают что-то вместе, потому что мы же его детки, он всегда любит, чтобы все кучковались, сплочались вокруг чего-то одного общего, ну и нам, естественно, будет легче поддерживать друг друга и мотивировать. Так, теперь я очень быстро гляну, если есть какие-то вопросы. Чудеса пропустим, так, вот вопрос есть. Как какие, 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 какие признаки, то, что с вами происходит, это тест или наказание? Очень хороший вопрос. Отвечает, нет, не Александр Друсь, а отвечу вам я, потому что ответ простой. Наказание не существует. по большому счету его не существует. Существует возможность исправить что-то, и существует возможность взять себя на другой уровень и с него увидеть, как можно что-то исправить. В этом мире все создано и сделано, кастомизировано под каждого человека, с тем, чтобы он мог здесь что-то исправить. Это мир чекуна, мир исправления, мир там, где мы исправляем себя и где мы исправляем вокруг себя. нет никакого наказания вообще. Есть любовь Всевышнего, его вера в нас и его попытки, чтобы мы поверили в себя, чтобы мы познакомились с собой, чтобы мы начали оперировать на других уровнях. Вот это есть. Деседр, идею с наказанием оставьте для кого-нибудь другого, и мы в этом ничего. Да, есть какие-то деним, какие-то суды, но мы в этом, это не то, что Всевышний хочет, чтобы мы в этом хорошо понимали. Он хочет, чтобы мы понимали, что у нас есть духовный потенциал, и мы должны его отрабатывать тут. И что он нам всячески, пока мы живы, помогает, потому что это единственное место, пока мы живы, пока наша душа находится в этом теле, которое непонятно куда нас толкает. Это единственное состояние, при котором душа человека способна расти, способна делать какие-то изменения, пока человек живой, пока у него есть тело, которое питается от души, которое способно делать, принимать осознанный выбор, делать принимает какие-то, в общем, решения и куда-то двигается. Теперь вопрос, можно ли понять, значит, если это тест, насколько успешно или провально мы его проходим? Ну, на самом деле, это тоже сложно понять. Это также сложно понять, по большому счету, как последствия любых наших действий. Мы можем думать, ну как, мы можем исходить из самого чистого намерения, чтобы все было просто суперхорошо, а получится, может, что угодно. А может быть, наоборот, хотели, может быть, напакостить, получилось очень хорошо, ну, не напакостить хорошо, а наоборот, не знаю. Мы, человек, не в состоянии, только Всевышний в состоянии, мы с этого начали вот урок о том, что Всевышний – это некоторая энергия, которую мы не понимаем, и чьи замыслы мы не понимаем. Понять, насколько мы, как мы проходим тест, человек не в состоянии, потому что мы даже не понимаем до конца всех вводных, мы до конца не понимаем, где у нас есть свобода выбора, а где у нас нет свобода выбора. То есть где мы находимся в обстоятельствах, которые нас Всевышний ставит, и мы их вообще не выбираем, а где находилось. Поэтому основное простое правило – это в каждый момент стараться сделать наилучшее из того, что вы можете сделать в конкретный данный момент, и не мучаться потом, тормозя годами некоторые люди, ходят и обдумывают, а правильно ли я тогда с Наташкой поговорила, может, не надо было ей этого говорить. Иудаизм говорит, все, вы старайтесь всегда делать наилучшее, если вы сделали ваше не наилучшее, вы сделаете на этот шуву, вы двигаетесь дальше, потому что времечка нет, топтаться времени нет, уже другие тесты, другое время, вы другое, другие обстоятельства, все, двигаемся вперед, двигаемся вперед. Вот, а есть ли у меня что-то, что нужно совершенствовать? Друзья, святые люди. Все, на этом все. Марафон «Что есть совершенствовать» у меня, вы узнаете на марафоне «40 дней до Хануки», он начнется в этот четверг, 28 октября. Те, кто захотят записаться, пожалуйста, следите за моей страницей Хана Кейла, за анонсами на Вайкре, за анонсами в моей группе в WhatsApp, в общем, везде, где у вас есть ко мне доступ, будет ли марафон в Instagram, обсудим. Всем, друзья, больших проход, благословения, чтобы каждый из нас удостоился увидеть свою сверхъестественность, увидеть чудеса внутри себя и помнить, что чудеса внутри себя есть у каждого человека. У нас есть у каждого доступ к этому, чтобы мы не боялись открывать и брать себя на новые уровни, на новые высоты. Все, всем пока. Анастасия, пока. Спасибо, что камеру включили, те, кто включили. Я была вас очень рада видеть. И до новых встреч. Да, Татьяна, пока. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok